В эфире новости губерния. Здравствуйте в студии Татьяна Дрожевкина, Руслана Шуков и в начале выпуска коротко о главном. Долгожданная новинка «АвтоВАЗа» вышла в серию. Старт производства «Калины-2». Первые кадры и подробности в нашем выпуске. Зарплату работникам культуры серьезно поднимает. Поднимется ли культура на селе? Оценку методистам и организаторам из Кинель-Черкас поставила глава областного ведомства Ольга Рыбакова. Из тюремной клетки на шахматную впервые в истории прошел матч между осужденными российскими и американскими. Кто от этого выиграл чуть позже? В Тольятти стартовало серийное производство «Калины-2». На заводе ждут, что успехом она будет пользоваться не меньшим, чем «Гранта». Тем более, что «АвтоВАЗ» впервые предложил городской хэтчбэк с автоматической коробкой передач. Ну и новинку сегодня продемонстрировали губернатору. Эксперт же отмечает, что обновленная «Калина» выгодно отличается от предшественницы. С подробностями Татьяна Потоцкая. Первые метры по конвейеру проезжают «Калины» второго поколения. Внешне «Калина-2» выгодно отличается от своей предшественницы. Более обтекаемые формы, новый дизайн, светотехника, крылья, линии капота. Здесь все уже совсем по-другому. Издалека она даже похожа на иномарку. Внутри тоже много всего интересного. Современная мультимедийная система, новая панель приборов, центральная консоль и обилие всяких полезных мелочей. Ну и главное, под капотом двигатель объемом 1,6 литра мощностью до 100 лошадиных сил. Символическую ленточку разрезают губернатор Николай Меркушкин, президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров и замгендиректора «Росттехнологий» Игорь Завьялов. Ура! Свершилось! Специалисты говорят, что и комфорта будет значительно больше, и по безопасности, и ходовые качества, и много того, которое должно понравиться потребителю. Все мы понимаем, что это непростой очень процесс, процесс, который идет сегодня в принципе на «АвтоВАЗе». Он может быть достоин внимания, может быть в какой-то мере даже подражания для всей, не только автомобильной промышленности, а для многих отраслей народного хозяйства нашей страны. Качество автомобиля и его богатый внутренний мир первым ценил глава региона. Модель будет предложена в трех комплектациях. Стандарт, норма и люкс. Будут версии с коробкой автомат. Журналистам демонстрируют полный фарш. Цветовая гамма тоже новая. Это «Магма». А в июне появится еще «Венера» и «Дипломат». Мы большие надежды возлагаем на этот автомобиль. Мы оставили ему прежние имя «Калина», потому что он действительно хорошо себя зарекомендовал. Он известен нашим покупателям, россиянам. И мы постарались сохранить лучшие его черты. В продажу новая «Калина» поступит уже через месяц после старта производства. Ожидаемая стоимость от 340 тысяч рублей. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатырсов. Новости губернии. Тольятти. Самарский аэрокосмический на уровне западных стандартов. Такую высокую оценку дала университету Ольга Голодец. В СГАУ в сопровождении губернатора она посмотрела, как готовят студентов. Отмечу, что ровно год назад Николай Меркушкин в свой первый рабочий день на посту губернатора Самарской области посетил именно СГАУ. В этот раз гости начали с Центра истории авиационных двигателей. Вице-премьер также много общалась со студентами. Ваш ВУЗ существенно по своей программе, по своему образованию техническому выше гораздо многих ВУЗов западных. У меня такого сомнения нет. Показали гости и двигатели, разработанные легендарным конструктором Николаем Кузнецовым. Машины в рабочем состоянии. Есть в СГАУ и новейшие технологии, суперкомпьютер. Открыт КАН-центр, где на современном оборудовании делают изделия для аэрокосмического кластера. Ну а на военной кафедре решились пригласить Ольгу Голодец на борт самолета МиГ-29. Место за штурвалом вице-премьер заняла, но от выстрела из автомата уже отказалась. Вообще же в этом ВУЗе вооружены современной техникой, новыми помещениями. Николай Меркушкин, он возглавляет попечительский совет ВУЗа, отметил, такие производственные площадки очень важны для региона и страны. Нам бы очень хотелось, и мы будем в этом направлении активно двигаться, чтобы создавать все условия для того, чтобы двигатели самые современные строились, ракеты наши лидировали в запусках в космосе. А это может быть только тогда, когда у нас будут специалисты с самого высокого уровня. Сельский культработник должен стать новой интеллигенцией. Зарплату поднимут соответственно. В этом году уже до 17,5 тысяч рублей. Повысится и требование к специалистам. О том, что жить и работать теперь придется по-новому, своим подчиненным рассказала министр культуры Ольга Рыбакова во время визита в Кинель-Черкассы. Марина Низамова продолжит. Народные коллективы, кружки, цирковые студии для детей и молодежи немаленького Кинель-Черкасского района стараются создать как можно больше возможностей. Работает в ДК чуть больше 20 человек. Чтобы поднять престиж профессии и привлечь молодые кадры, решено повысить зарплату вдвое. В этом году до 17,5 тысяч рублей. Таково поручение губернатора. От самих работников культуры только желание трудиться и учиться новому. Специального образования нету половины. Почему не мучитесь дальше? Я считаю, что этот директор должен быть с высшим образованием. Работать придется по-новому. Ежемесячный мониторинг зарплаты и кадровой политики. Министр обещает, будут делать выводы. Сложный период. Вы знаете, что следующий год – год культуры. Перед нами еще большие задачи стоят. Будем работать, будем заниматься, будем расти, будем ездить, перенимать опыт. Серьезные работы требует и сельская инфраструктура. Кроме ремонта ДК, нужны немалые средства на восстановление старинного храма. Нужен и кинотеатр, который сейчас больше похож на музей. В первозданном виде сохранились окошки касс, звукоизоляция зала и даже сиденья для зрителей. Таких больше нигде не встретишь. Эти кресла уже не просто винтаж, настоящий раритет. Стоят полвека. С года постройки кинотеатра в 67-м повидали немало зрителей. Правда, последние лет 10 стоят без дела. Фильмы здесь не показывают. Оборудование давно устарело, но техническое оснащение не главная проблема. В капремонте нуждается само здание. Отопление, проводка, крыша. Если привести помещение в порядок на сцене кинотеатра, смогут принимать артистов как минимум из областной столицы. Кенель-Черкасах. Она составляет площадь 103 квадратных метра. Это практически половина всего зала. И по всем стандартам это самые удобные и правильные сцены. И желающих подняться на эту сцену немало. В кружках практически нет мест. Нужны новые занятия, направления. А значит, у культработников впереди еще много труда. Марина Низамова, Вячеслав Потоцкий. Новости губерния. Кенель-Черкассы. Неограниченные возможности трудоустройства предоставят инвалидам Самарской области. Ассоциация Десницы совместно с Молодежным правительством и Общественно-молодежным парламентом при Губернской думе запускает проект «Работы на здоровье». Целевая аудитория – студенты. В рамках проекта, который проводится бесплатно для инвалидов, проведут встречи с потенциальными работодателями. Площадки для округлых столов и конференции предоставят совет ректоров самарских вузов. Планируется охватить максимальное количество студентов с ограниченными возможностями. При собеседовании, когда возникает вопрос инвалидности, часто работодатель не готов брать такого кандидата. Это является главным минусом. Поэтому часто такие студенты вынуждены работать не по специальности. Здесь есть возможность взаимосвязать полученное образование, привязать к предприятиям, даже пусть по сначала закону охватирования рабочих мест. Мы все это и проводим для того, чтобы люди с инвалидностью оценили свой уровень профессиональной, свою работоспособность и поняли запросы работодателя. Продолжаем выпуск. Борьба с дырявыми трубами и провалами – это по их части. На два дня областная столица осталась без своих лучших рабочих по устранению аварий в коммунальных сетях. Они боролись за лидерство с представителями других регионов. В Тольятти прошел межрегиональный конкурс профмастерства работников группы компаний «Российские коммунальные системы». О тех, кто несет в дома уют, свет и тепло – в нашем сюжете. Условия максимально приближены к реальности. Авария, ремонт трубопровода, установка задвижки, манометра. Обычные бригады из слесаря и сварщика на эту операцию ходят не меньше четырех часов. Неважно, что смена кончается. Люди ждут воды. С утра приходим, переодеваемся, готовимся. Право проходит инструктаж, собираемся и едем на линию. Бывает и до пяти, а бывает и до двенадцати, а бывает и до победы. 63 регион в этом конкурсе принимает участие второй раз. В прошлом году на корпоративные соревнования российских коммунальных систем, которые проходили в Петрозаводске, ездили тольяттинцы. А в этом году «Автоград» сам стал площадкой для состязаний. Принимает участников из десяти регионов страны. Выиграли у себя, приехали сюда, потренироваться, посмотреть, как другие варят, кто на что способен. В планах компании не только оперативный и качественный ремонт, но и модернизация. Большая аварийность в Самаре. Как в сетях водоснабжения, так и в сетях водоотведения. Но там многочисленные попресты, вы знаете, в аварии. То там провалятся, то там это дело. Сейчас это, в первую очередь, повышение надежности. Потом разрабатывать мероприятия по улучшению качества сброса источных вод. Программа разработана. Она находится на утверждении в областном правительстве. Всего в коммунальную систему города планируют вложить не меньше 4,5 миллиардов. Они рассчитаны на три года. Это значит, что у работников коммунальных систем, наконец, появятся безаварийные дни. Марина Низамова, Александр Каракулько, Новости губернии, Тольятти. Российские осужденные поставили шах и мат своим заокеанским сокамерникам. Заключенные российских и американских тюрем попробовали свои силы в международном турнире по шахматам. Ходы делали через интернет. За игрой наблюдал Василий Иванов. Вокруг шахматистов оцепление из охраны. Большая часть спортсменов отбывает срок за тяжкие преступления. Участников соревнований приветствовал сам гроссмейстер. Между игроками тысячи километров. Игра ведется через интернет. По разные стороны виртуальной шахматной доски сборная российских осужденных из пяти регионов и команда заключенных из тюрьмы Чикаго, штат Иллинойс. Как умеют играть, показали в первом же туре. Уже через несколько минут после начала Вальнар Липовский ставит мат своему оппоненту за океаном. Отмечает, играть, не видя соперника, непривычно. В шахмате я занялся еще в детстве. Покойная матушка меня научила учиться играть в шахматы. Я вот с тех пор пошел. На воле, до осуждения, я почти каждый год играл. Участвовал в туре в шахматах. В шахматах. В шахматах. В шахматах. В шахматах. Главный приз – эксклюзивные шахматы от Анатолия Карпова. Получает игрок из Саратова. Остальные участники тоже не останутся без поощрений. Это и денежные премии, и свидания с близкими. По словам организаторов, такой исход турнира для них не неожиданность. Практика у игроков из-за колючей проволоки весьма серьезная. Шахматы пользуются большой популярностью в наших колониях. Поэтому желающих было очень много, и отбор был очень серьезный. Я думаю, этот международный турнир запомнить не только осужденные, которые сегодня играют, но и те осужденные, которые с нетерпением сегодня ждут в колониях. Они будут целый вечер делиться своими впечатлениями о том, как играли со своими коллегами из Чикаго. Турнир, хоть и прошел впервые, вызвал нешуточный интерес. У него есть серьезные шансы стать традиционным, отмечают организаторы. Шахматную программу Анатолия Карпова приняли в Чили, Бразилии и Франции. И, возможно, в следующий раз эти страны войдут в число участников состязания. Василий Иванов, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Самарцев учит бороться со страхом при помощи сосновых досок. В одной из галерей открылась выставка современного искусства. Темработ, техника и замысел схожи с идеями подавляющего большинства актуальных художников мира. Татьяна Пудова об этом подробнее. Выставка начинается прямо с двери. Первая инсталляция – полонез. Только танцуют не люди, а стаканы. Для меня этот стакан работает как такой элемент, как такое обозначение некого, может быть, либо желания, либо какой-то хрупкости. И то, что вы здесь видите, это видео декорации, которые используются в спектакле, который сейчас идет в Петербурге. Спасать посетителей от внутренних страхов решили средствами искусства. Предлагают пройтись по качающимся сосновым доскам. Их здесь больше тысячи. Сама работа посвящена страхам. На самом деле она называется урангст. Это по-немецки бессознательные страхи. Но надо на самом деле от них избавляться. Мы учимся ходить. Это наши первые шаги. И это первая радость от того, что ты можешь ходить по такому полу. Первое впечатление – это запах. Как раз мне очень понравилось, поэтому приятный запах сосны. Мне нравится. В этом же зале установили две фрески Натальи Стручковой из обоев. Она жила в рангых домах, в том числе в домах своей свекрови и так далее. И там везде она видела очень много обоев, которые дико неуютны. То есть она сейчас с ужасом понимает, что можно жить в комнате, которая полностью опалена такими корабликами. Но потом она нашла в этих обоях некий живописный элемент, соединив его с древнерусской традицией. И вот таким можно получать остатки фресок. Тем, кто преодолеет неуверенность и дойдет до следующей комнаты, узнает прошлые авторов выставки. Они составляли основы группы «Лето», которая зародилась в 2000-м и просуществовала два года. Кураторы выставки уверяют – переступить через свои страхи будет полезно многим. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. В Сызрани побит температурный рекорд 1975 года. Тем майским днем синоптики фиксировали 30,6 градусов. Спустя почти 40 лет столбик термометра поднялся еще выше до 31 градуса. Такие данные приводят Приволжский гидромедцентр. Жара бьет рекорды и в Самаре. Последний раз такое пекло было в мае 1995 года. Тогда воздух прогрелся до 30 с плюсом. Ну а на набережной появится мега-калейдоскоп, а по железной дороге пустят алюминиевый поезд. Эти и другие проекты демонстрируют архитекторы, дизайнеры и художники региона. Год назад они возродили СС-дизайнеров. Теперь проводят фестиваль «Свой формат». Проекты по оформлению фасадов, зданий, идеи благоустройства улиц Самары, библиотек и дворов. Рассматривали наши корреспонденты. Границ между искусством и наукой здесь нет. Этот арт-объект пока лишь макет мега-калейдоскопа, который, возможно, установят на набережной. Эта система задумана. Либо она будет все время вращаться, очень медленно. Мы подошли, постояли минутку, видели 20 сменных картиночек. Либо нажали кнопочку, она начинает вращаться. Возможность показывать такие проекты появилась благодаря возрождению Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России». Пока в него входят 25 художников. Здесь нет случайных работ. Это очень-очень важно. Отмечу, что положительной стороной является то, что в одном зале объединены как архитектурные вещи, так и графические, средовые, промышленные. По задумке, этот железнодорожный состав, способный развивать скорость 300 км в час, поставит на настоящие рельсы. Особенность вагонов заключена в сплаве, из которого они изготовлены. Особые сорта алюминия делают его самым легким в мире. Весь комфорт, который должен получить пассажир, это будет другой совершенно. Это должно быть нового поколения, обеспечение образа жизни того человека, следующего поколения. Ведь на это освоение уйдет десяток лет. Студенты тоже приняли участие. Разработали эмблемы Самарской области для представления региона на чемпионате мира по футболу в 2018 году. В своей работе я объединила все 11 городов, которые входят в нашу Самарскую область. И так как карта Самарской области выглядит в форме сердца, соединила их в форме контура сердца. И дерево обозначает единство, рост, развивающиеся города. И листочки на них обозначают все 11 городов. Движение дизайнеров Самарской области возрождается, но уже есть цель. Достичь европейского уровня, где в креативной индустрии работает от 8 до 20% взрослых людей. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губернии. Впереди вас ждет еще один сюжет, не пропустите. А мы с вами прощаемся, до свидания. Всего доброго. Расход топлива почти 100 литров на 100 километров. Американский спорткар Chevrolet 89-го года выпуска впервые вышел в свет после тюнинга. Самарские умельцы настолько прокачали автомобиль, что под капотом американца лошадок стало более тысячи. От оригинала остался только кузов. По автомобильным услугам мы находимся еще на зачаточном уровне. Я видел, как это организовано все в Европе, как это организовано в Америке. Мы, конечно, до них еще, по сравнению с ними, мы, конечно, еще дети. Но у нас есть задатки. Выставка автоиндустрии 2013 собрала единомышленников. Проект состоялся в новом формате. Здесь представлен ассортимент автотоваров. Впервые организована работа демозоны, где мастера автосервисов демонстрируют этапы ремонта кузова автомобиля и тюнинга. Ежедневно здесь будут проходить мастер-классы по сервисному обслуживанию. На улице мы устраиваем специально в субботу показательные выступления и по автозвуку, по соревнованиям, и, соответственно, дрифт очень зрелищный. Поэтому я хочу пригласить всех жителей нашего города, неравнодушных к теме автомобиля. Увидеть зрелищное представление можно в выставочном центре экспо «Волга» до 18 мая. Генеральный партнер прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Субтитры создавал DimaTorzok Леснувший Самарский регион постепенно идет на убыль. На смену температурным рекордам придут кратковременные дожди с грозами, усиление ветра. Столбик термометра ночью покажет 12-17, выше ноля днем – плюс 25-30. Ветер юго-западный – 7-12 метров в секунду при грозе порывистый. На севере и западе региона днем – 23-28 тепла, на востоке и юге – около 30. В областной столице ночью – плюс 14, юго-западный ветер. Днем в Самаре и Тольятти – плюс 28, дождь, возможно, гроза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok